здравствуйте драгоценные наши друзья рыболовы охотники и ценители выезда на природу сегодня у нас на обзоре тушенка из хакасии город абакан почему мы стали делать обзоры консервов хотя мы занимаемся сайтами то есть мы разрабатываем сайты делаем полностью веб-проект и короче наше занятие конечно не кулинарные рецепты просто мы имеем свой кулинарный сайт это наше хобби и мы обычно там выкладываем и морские рецепты сайт называется еда море . ком морские рецепты от петра до кролиона но часто бывает на природе часто получалось так что мы не брали мясо для шашлыков или не поймали рыбную поэтому самое легкое и быстрое что можно приготовить это консервы и часто покупая в деревенских магазинах консервы мы скрывая их обнаруживали что там или не хватало мяса или рыбы это вообще вместо мяса было был соевый белок ну то есть мясо сваренное бульоне поэтому мы начали делать обзоры для своих друзей и своих подписчиков поэтому сегодня у нас очередная консерва тушенки это не реклама так что мы сами еще пока не пробовали решили попробовать и вам рассказать на сайте у нас очень много примеров есть как рыбных консервов так и мясных мы будем и дальше показывать поэтому это честный обзор консерву которая производится в российской федерации а может быть и не в российской федерации новый консерв поступает нам с китая мы живем на дальнем востоке поэтому мы вам покажем все раз сын да мы взяли консерву рыбную с черной фасолью открыли ее или там оказалось что это консерву была произведена наверно времена еще корейской войны мы ее выбросили также консервированную албасный фарш из свинины тоже очень много было всякой приправы которая для русского человека очень тяжело переваривается поэтому мы сейчас попробуем мы будем рекомендовать вам или не рекомендовать ну что ж приступим открываем эту баночку на баночке можно в первом ряду определить дату ее изготовления здесь написано дата 16.03.15 то есть на этом году она была произведена поэтому нужно посмотреть срок хранения этой консервы то есть на банке должно быть обязательно написано сколько она может храниться так третий месяц то есть это получается у нас марте месяце 10 марта 15 года прибавляем пять лет ее можно хранить течение пяти лет при температуре от 0 до плюс 20 градусов поэтому она еще пригодна для пищи до 3 месяца двадцатого года то есть она еще не просрочена это первое что нужно посмотреть потом на банке если банки банка с пуши помбаш так называемый играет вот эта вот крышечка то лучше ее не брать это первый признак того что там уже микроорганизмы начали свое дело и консервы просто протухло у нас были такие случаи с сайра и две банки сайра купили в селении красовка хорошем вроде магазине на вид и там стояла целая партия в ящиках по дешевой цене мы купили выехали на природу скрыли обе консервы оказались протухшие хотя даже бомбавши не было консервы были нормальные и дата изготовления была еще не просроченная скорее всего просто и хранили при температуре летом при температуре 28 30 градусов и сайра короче у них испортилась ну что ж меньше разговора больше дело открываем эту консерву из хакасии город абакан описано высший сорт посмотрим что собой представляет стоимость этой консервы 85 рублей ну судя по цене сегодняшней но баночка тяжелая баночка тяжелая средняя цена где-то высшего сорта 100 рублей 85 ну конкуренция на рынке тушенки сейчас большая поэтому цена конечно не поднимается высоко тем более это мы покупали в так называемом росрезерве ну что можно сказать мяса сверху достаточно желе желе оно растаяло мы ее хоронили пока вот при комнатной температуре вытащили из холодильника давайте ее взвесим сколько она весит на баночке написано 338 грамм берем баночку и завешиваем полностью вместе старой получаем 398 грамм сливаем рассол и смотрим сколько же там налили нам вернее сколько выделила мясо оставляем просьбы как мясо ну запах тушенки обычный ставим снова баночку и смотрим получилось очень получилось 343 грамма и так а 398 вычитаем 343 получаем что у нас 55 грамм это вот такого вот компота бульона но ничего во всех банках наверно не есть так что это не так уж много теперь берем ставим баночку вернее тарелочку обнуляем тару и выкладываем в само мясо и будем смотреть что же там банк такое интересное кролик или говядина так плотненько заклали мясо поэтому идет она хорошо есть там кусочки жира небольшого небольшие такие продолжаете супчик ну такие куски мяса довольно солидные но как всегда не забыли положить нам и кусочек жира вот такой кусок жира здесь еще присутствует но общем мясо здесь получается сожалению всего 215 грамм а заявлено не но заявлен общий вес 315 грамм вес нет то то есть вес мяса должен был быть 315 грамм получается 100 грамм ушло на жир и носок до 100 грамм банки практически треть банки ушло но мясо видно что прямо это настоящее мясо потому что такие крупные волокна до мяса похоже на настоящие уж точно не суевая волокна крупные но она какое-то как вам сказать оно какое-то прессованное прессованное и слоистое такое конечно уже она хранилась почти пять лет ну четыре года четыре года за четыре года мясо конечно теряет свои истинные вкусовые качества поэтому такая средненькая шташ тушенка по вкусу наверно 3 балла такая она как вам сказать но в общем не очень вкусная так что рекомендовать такую тушенку я не знаю могу ли я вам она списана с госрезерва хранилась на складах на складах госрезерва четыре года поэтому само мясо свои вкусовые качества потеряла ну и вкус так себе сварить кашу с этой тушенкой наверно можно суп тоже но так если есть просто на природе скушать банку ну не очень будет вкусно некоторых местах можно заметить вот особенно в этом месте можно заметить что уже мясо начало окисляться хотя доступа кислорода нет здесь тоже вот жир начал окисляться короче как говорится маур сделал свое дело маур может отдыхать если хотите посмотреть что там еще внутри вот есть вот такой вот кусмарик еще вот жира то есть жир этот обычно ну выбрасываешь на природе ты его не ешь но если только совсем голодный может добавить этот жир к картошку и съесть но потом после вкусе от такого жира тогда еще кусок здоровый у вас и вкусе после этого жира я бы сказал вот такая вот тушенка из госрезерва который уже у нас стал типа рекламы госрезерва значит кач качество высокая не лично у нас а в россии а в россии до россии вас резерв стало да были консервы у нас как-то вот наводнение было ну хабаровске и вот я уже и кать стал от этой тушенки были консервы хорошие рыбные лосось и сайры из госрезерва плотненькие баночки вкусная но там был срок годности всего год потому что госрезерва выделили именно да не списали а именно для чрезвычайной ситуации а здесь просто уже срок годности выходит на госрезерве они его выкрасывают в розничную продажу ну и вот результат приятного аппетита вам заходите к нам на сайт едаморе.com и там узнаете еще много не только про консервы но как приготовить рыбу деликатесы да и не рыбу тоже мы скоро будем выкладывать многие рецепты которые мы употребляем сами их как который употребляет юго-восточная азия так как мы там бываем